Доченька, что это такое? Она говорит, папа, я заметила, всякий раз, когда проповедник говорит залу, я скажу вам три вещи, которые в чем-то вам помогут, все люди начинают доставать блокноты и записывать. Все, что тебе нужно сделать для того, чтобы записали твою проповедь, папа, скажи, что у тебя есть три вещи, которые людям нужно запомнить. Ну, так часто получается, что мы с вами ищем трех каких-то самых простых вещей, которые бы ответили на многие-многие вопросы в нашей жизни. Ну, я это к тому, что проповедники действительно иногда пользуются какой-то хитростью, чтобы привлечь и удержать внимание людей, слушателей. Я слово «хитрость» употребил в хорошем смысле, в правильном смысле. Вот мне тоже очень дорогая цена ваше внимание, и я попробую привлечь его, привлечь ваше внимание несколькими вопросами. И я сам на эти вопросы отвечу, хорошо? Итак, одна из книг, которая имеет такой характер исторического поискования в Новом Завете, это книга «Деяния апостолов». Основная тема этой книги – это создание христианской церкви и ее развитие в первые 30 лет существования христианства. А вот мое желание, знаете, сегодня вот в нашем с вами разговоре общения обратиться к одной теме, которая будет связана с некоторыми событиями этой книги. Вот для начала хочу вместе с вами ответить на вопрос. Ну, можете просто подумать вместе со мной, вот если вы прочитали книгу «Деяния апостолов», «Как вы думаете, как называли себя те самые первые члены Церкви Христовой?» Кто они? Вот что говорили они о себе? Вот если бы их спросили, кто вы, что вы говорите о себе, как бы они ответили? Я думаю, для нас это очень будет трудно представить, действительно трудно представить, Но если бы мы попросили одного из первых верующих охарактеризовать себя, ну вот почти наверняка они не назвали бы себя христианином. Они не назвали бы себя христианином. Ну вот сегодня слово «христианин» – это, наверное, самое распространенное понятие, которое характеризует наши с вами убеждения. Вот во время Первой Церкви так не было. Слово «христианин» вообще в книгах Нового Завета встречается всего три раза. Ну, самый первый раз она встречается в книге «Деяния апостолов», когда написано, что о верующих церкви города Антиохия так начали говорить, их начали назвать христианами. Затем в этой же книге «Деяния апостолов» мы встречаем ответ царя Ирода, вот ответ с таким упреком, колким упреком, «Павел, ты говоришь мне, да, но ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Это второй раз, когда это слово встречается в книгах Нового Завета, и третий раз – это уже послание Петра, когда Петр пишет о страданиях верующих, и он говорит следующее, вот если уж ты страдаешь, да, и если страдаешь как христианин, да, то Петр говорит, ты не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. То есть по всей вероятности, вот в то время, когда существовала Первая Церковь, вот эти первые 30 лет существования христианства, слово «христианин» служило насмешливым прозвищем. Слово «христианин», оно служило насмешливым прозвищем людей, которые своим поведением, действием и словами стремились уподобиться Иисусу Христу. То есть это был термин, который выражал ненависть. То есть если вы хотели человека уколоть, а вы бы назвали его христианином, вот особенно верующего человека, вы бы назвали его христианином. Ну, интересно, что наши братья-сёстры не отказались от этого, они приняли это, да, и вот на сегодня мы с вами тоже называемся христиане. Ну, читая книгу «Деяния апостолов», мы находим и другие слова, которые используются для описания первых членов Церкви. Очень часто, ну, к примеру, встречаются братья, братья, не имеется в виду только мужчины, но и женщины, встречаются верующие или ученики. И вот ещё есть одно очень интересное, ну, почему-то мне оно по-особенному нравится. Иногда верующие называли себя, или их называли последователи учения. А если буквально говорить, их назвали последователи пути. Почему последователи пути? Ну, дело в том, что когда-то Иисус Христос о себе сказал, что Он есть путь, Я есть им путь. И вы знаете, вот эти вот первые верующие вот так понимали своё призвание следовать этому пути. И их назвали последователи учения или последователи пути. Ну, еще один вопрос. А теперь давайте себе представим апостола Павла. Хорошо? То есть вот мы с вами поговорили с членами церкви, первой церкви. Давайте представим себе апостола Павла. А вот что если бы спросить его, вот апостола Павла, спросить его, брат Павел, как вы чаще всего думаете о себе? Вот если бы мы спросили вот Павла, Павел, кто ты? Вот ответься вот низкими словами, кто ты? Что ты можешь сказать о себе? Охарактеризуй себя. Что ты знаешь о себе? Ну, скорее всего, ответом Павла не было бы, я христианин. Скорее всего, ответом Павла не было бы, я ученик. Вот, скорее всего, ответом Павла было бы следующее. Ну, я процитирую его слова. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 2 стих. Второе Коринфянам, 12, 2. И вот Павел говорит интересные слова. Знаю человека во Христе. Знаю человека во Христе. Человек во Христе. Этими словами начинается удивительный раздел, очень короткий раздел, в котором апостол Павел говорит о своих видениях, и дальше он говорит о том, что у него есть какое-то жало в плоть. Ну, знаете, я вот говорю апостол Павел, но действительно, если читать 12 главу, вы знаете, вот она оставляет, ну, как заставляет спрашивать вопросы. И, может быть, очень часто христиане борются, да, вот с тем, чтобы ответить, о ком же это говорит апостол? Очень интересный подход, очень замечательный подход. Вы знаете, озадачиваю читателя. Почему? Потому что, когда Павел говорит о человеке, которого были видения, он не упоминает имя человека, он не говорит о биографии этого человека. Вы знаете, вот если мы верим и понимаем, что апостол говорил о себе, вот тогда получается, что все, что хотел сказать апостол о себе, заключается в этом простом выражении. «Человек во Иисусе Христе». Все, что хотел апостол Павел сказать о себе, заключается в этом очень простом выражении. «Человек во Иисусе Христе». Хорошо. Давайте для себя возьмем это как заметка. 12 глава, 2 стих. А теперь, если попробовать очень быстро прочитать остальные послания апостола Павла, мы с вами останемся удивлены, как часто и как много апостол Павел говорит о верующем человеке именно так. Итак, еще раз вопрос. Как Павел чаще всего думал о верующем человеке? И вот Павел отвечает нам со страниц посланий, которые он оставил «Человек во Иисусе Христе». В самом центре мыслей апостола вот о чуде искупления находится именно это понятие «Человек во Иисусе Христе». Именно эти два слова, очень простые слова, предлог и существительное. Вот за время, которое у нас с вами есть, которое осталось, я не буду сегодня долго говорить, много говорить, мы сможем только познакомиться с этим богатым и чудесным учением Нового Завета. Вот мое желание, в принципе, заключается в следующем. Напомнить нам с вами, дорогие друзья, братья и сестры, что союз с Иисусом Христом, союз верующего человека с Иисусом Христом, или говоря библейским языком, вот эта вот фраза «во Христе» – это очень простое выражение, очень-очень простое выражение, которое содержит в себе одно из самых богатых определений Нового Завета о том, что значит быть искупленным. Очень простое выражение «во Иисусе Христе» – это содержит в себе одно из самых богатых определений Нового Завета о том, что значит быть искупленным. Вы знаете, ответ на вопрос, кто мы с вами, он содержится именно в этих словах. Человек, мужчина или женщина в Иисусе Христе. И может быть, если когда-то вам придется отвечать на этот вопрос, на вопрос, что значит быть искупленным или что значит быть христианином, я думаю, очень-очень полезно будет воспользоваться именно этим выражением. Вы знаете, вот сам апостол Павел в одной или другой форме использует этот язык более 80 раз. И во многих случаях он говорит либо о себе, либо о других людях, как о пребывающем в Господе, или как пребывающем в Иисусе Христе, пребывающем в Нем. Ну вот библейский текст, как доказательство того, братья и сестры, очень яркий, тоже достойный, чтобы мы его помнили, понимали, ценили, который говорит именно об этой истине, как-то в общем открывает нам эту истину, записан в послании к Ефесиным, 1 глава, 3 стих. Ефесиным 1, 3, вот прослушайте, я прочитаю этот текст. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа». Вот теперь слушайте внимательно. «Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небеса». А вы знаете, вот эту вот фразу «во Христе» ее очень легко пропустить, но стоит вот начать обращать на нее внимание, ее потом невозможно пропустить, понимаете? Очень легко пропустить, но стоит обратить на нее внимание, вы многие библейские тексты, которые знаете наизусть, вы заметите, что там есть эти слова «в нем», «в Иисусе Христе» или так далее. Но о чем говорит этот библейский текст? Этот библейский текст говорит, что нам с вами недоступны никакие духовные благословения, кроме тех, которые приходят к нам в Иисусе Христе. Нам с вами недоступны никакие духовные благословения, кроме тех, которые приходят к нам в Иисусе Христе. Если мы с вами хотим определить ценность благословений, которую мы с вами обладаем, вот сейчас брат Владимир и сестра Валентина пели хорошую песню, она началась со слов, что ничего нет, кроме слов благодарности. Если хотите, чтобы когда-то ваша молитва состояла только из слов благодарности, если вы хотите перечислить и узнать благословения, которые мы с вами обладаем, подумайте о том, что значит союз верующего с Иисусом Христом. Я сегодня попробую направить ваши мысли вместе с вами. То есть мы были с вами избраны, Священное Писание говорит, прежде создания мира, и вот здесь в первой главе Послания к Ефесиным Павел говорит, что это произошло в Иисусе Христе. Следующее благословение, о котором Павел говорит в первой главе, это усыновление. И опять почему-то Павел говорит, усыновлены через Иисуса Христа, искуплены в Иисусе Христе, прощены в Иисусе Христе. То есть очень много благословений, которые к нам приходят через союз с Иисусом Христом. То есть поэтому Священное Писание говорит, что Бог благословил нас с вами, как и где, в Иисусе Христе, всякими или всеми духовными благословениями на небесах. Но еще как вот эта небольшая мысль, для чего вот эти все благословения, они служат к определенной очень интересной цели Бога. Это тоже вот первая глава послания к Ефесянам, 10 стих, где Павел говорит следующее. «В устроение полноты времен, все небесное и земное соединить под главой Христом». То есть, вы знаете, вот в этом замысле есть какое-то вот в этой истине, есть захватывающее вот такое вот вселенское понимание, да, вот того, что когда-то придет время. И вот в Иисусе Христе соединятся семьи, две семьи, семья на небе и семья на земле. То есть семья на земле – это особенная семья, да, где вот Адам и его потомки, они разрушили какие-то отношения с Богом. Вот Христос пришел, чтобы восстановить это. То есть вот придет когда-то это время, когда семья Адама, она будет восстановлена и воссоединиться с семьей на небе, на новых небесах и новой земле. Ну, это к тому, что это очень ценные благословения, если даже осмотреть наше будущее. Получается, что вот этот вот маленький предлог «во», «во Христе», и вообще вот эта вот фраза «во Христе», вы знаете, они охватывают все наше в нем. Охватывают все наше в нем. И все, что становится нашим, становится именно и только потому, что мы теперь принадлежим Ему, Иисусу Христу. С одной стороны, быть во Христе – это большое благословение. Наверное, братья и сестры, не ошибемся, если скажем, самое большое благословение, которое у нас с вами есть – быть во Иисусе Христе. Но, с другой стороны, именно эта истина, она вносит в нашу жизнь столкновение двух миров. Вот очень-очень просто практически подумать об этом. С одной стороны, мы принимаем, верим, да, Господи, что мы во Иисусе Христе. Но, с другой стороны, вот сегодня мы с вами еще пока в State College, да? Ну, хорошо, что мы еще пока на богослужении, да? Ну, вот а завтра, даст Бог нам с вами жизни, мы пойдем на рабочие места. И это будут другие места, и там будут другие люди. И вот тогда мы с вами поймем, что значит быть гражданами двух миров. То есть мы во Христе, но, с другой стороны, Бог оставил все нас с вами на земле. И, знаете, вот этот конфликт, он постоянно преследует нас. И иногда мы по-настоящему, вы знаете, переживаем. Переживаем, потому что нам нужно ответить на вопрос. Хорошо, я в Иисусе Христе, но а как в свете этой истине мне быть на работе, где меня окружают неверующие люди? Как, что значит быть в Иисусе Христе и общаться с моим мужем? Что значит быть в Иисусе Христе и общаться с моими детьми? А если вы ребенок, что значит быть в Иисусе Христе и общаться со своими родителями? Я думаю, это вот именно та сфера, куда направлена самая сильная атака сатаны. Знаете почему? Об этом говорит очень-очень интересное священное описание. До того, как человек соединяется с Иисусом Христом, человек управляется силами тьмы. И этим силам не нужно прилагать никаких усилий, чтобы удержать вас у себя. То есть вы уже там или были там, да, друзья? Вы знаете, вот когда мы, когда меняется сфера нашего пребывания, когда мы оставляем этот мир по милости Бога, силой Бога, вы знаете, вот именно тогда иногда весь ад восстает на нас. Для чего? Для того, чтобы разрушить Бога, работу Бога в нас с вами. То есть поэтому иногда мы с вами переживаем вот такое вот, ну, нам нелегко, нелегко осознавать и понимаем себя, что мы граждане двух миров. Хорошо? Ну, если вот опять говорить о проповеди, братья-сёстры, это было вступление. Хорошо? А теперь вот несколько мыслей. Ну, это опять я не займу, мы не затянем собрание сегодня. Несколько мыслей. Знаете, о чём? Это тоже вот мне показалось очень интересным, очень-очень ценным. Хорошо? Вот если говорить об апостоле Павле, который так много говорит о союзе верующего со Христом, который вот так очень интересно понимает в жизни верующего человека, что значит быть верующим человеком, который оставил нам вот такую интересную фразу «во Христе», «человек во Христе», откуда или как апостол Павел пришёл к пониманию этого. Вот попытаюсь как-то на основании священного Писания, вот как говорит сам апостол Павел, доказать, доказать, показать, как апостол Павел пришёл именно к этому пониманию. Вы знаете, во многих отношениях внутренней жизни апостола Павла мы знаем намного больше, чем о любом из других апостолов. То есть у нас есть его послания, в которых мы читаем о том, что думал этот человек. А вот с другой стороны, тоже очень интересно добавить, вот к этому у нас есть свидетельство Священного Писания об обращении Павла. То есть таким образом у нас есть две формы свидетельства о самом апостоле Павле. Внутренняя форма – это то, что он говорит о себе. И есть внешнее, а именно три раза в книге «Деяния апостолов» мы читаем о том, как Павел пришел к вере. Сначала эту историю рассказывает нам Лука, рассказывает, как произошла встреча апостола Павла с Иисусом Христом на дороге в Дамаск. А затем апостолу Павлу приходится давать свидетельство о своей жизни дважды, еще два раза, уже перед судом правителей. Вот я хочу вместе с вами пройти вот эти вот шаги, которыми ведет нас Священное Писание, чтобы посмотреть, как апостол Павел обратился к вере в Иисуса Христа. Хорошо? Хорошо. Итак, вот Павел до обращения к Иисусу Христу. Хорошо? Павел до обращения к Иисусу Христу. Очень-очень яркое описание апостола Павла до обращения к Иисусу Христу, оно находится в послании к филиппийцам. И в послании этой церкви есть очень вот такое странное предупреждение, это третья глава, если вы откроете, можете проследить, я несколько раз буду обращаться к стихам из этой главы. Второй стих третьей главы послания к филиппийцам. Павел пишет следующие слова. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезань». Тоже очень интересно, очень часто самые важные отрывки послания Нового Завета – это ответы на ложное учение. То есть, когда Павел предупреждает остерегаться людей, а в первую очередь он предупреждает остерегаться тех людей, которые несут ложное учение. Вот это один из тех библейских текстов. То есть, очень часто случалось такое, что учение апостолов искажалось. А именно были люди, которые настаивали на том, что вот если вы собираетесь стать, ну я подчеркну это слово, настоящим христианином, то есть, если вы собираетесь стать настоящим христианином, то вам недостаточно только верить в Иисуса Христа. То есть, это то, что говорили лжеучители. А в случае города церкви Филиппы это были некоторые требования закона Моисея. Ну, в общем, Христос плюс еще что-то. То есть, Христос плюс еще что-то, и вот тогда вы настоящие христиане. Хорошо? Итак, Павел сталкивается с представлением о том, что помимо Иисуса Христа человеку нужно еще что-то. И вот интересный его подход. Самым большим или самым важным ответом как раз таки является понимание того, что значит быть во Христе. Хорошо, вот опять попробуйте проследить мои мысли. Вам вдруг говорят, что кроме Христа вам нужно еще что-то. Как ответить на это? Апостол Павел избирает очень интересный способ и говорит о том, что в Иисусе Христе у нас уже есть все, что нам нужно. Как ответить на ложное учение, которое говорит Христос плюс? Братья и сестры, пониманием того, что мы соединены с Господом. Пониманием того, что союз с Иисусом Христом несет нам все благословения. И нет никаких, никаких других благословений помимо того, что мы получаем в Иисусе Христе. Вот как отвечает апостол Павел. Но он избирает очень интересный способ. Он считает уместным описать это в очень личных терминах. То есть он начинает рассуждать и противопоставлять себя этим ложным учителям, лжеучителям. То есть он, вот я от его имени попробую сказать. То есть он пытается сказать следующее. Хорошо, если вы думаете, что кроме тех благословений, которые мы имеем в Иисусе Христе, существует еще что-то. Он говорит, позвольте мне рассказать о себе. Хотите что-то добавить к работе Господа Иисуса Христа? Он говорит, послушайте о человеке по имени Саввел. И он начинает вот свой рассказ. Он говорит, если и было чем похвалиться. Павел говорит, у меня было намного больше, чем у остальных. А вот его слова с 4 до 6 стиха этой же главы. Я могу надеяться на плоть. То есть Павел утверждает и говорит, я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то больше я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева колено Вениаминова, евреи от евреев по учению фарисей. По ревности гонитель Церкви Божьей по правде законной непорочно. Обратите внимание на последние слова 6 стиха. По правде законной непорочной. Это не является заявлением о том, что Павел был безгрешным человеком. Однако, вот Павел говорит, если в общем говорить о верности предписанному образу жизни Ветхого Завета, внешнее послушание Саввла закону, оно было достойно чести. Апостол Павел искал праведность от своего имени. И он утверждает, простите, Саввл искал праведность от своего имени. И он утверждает, что он эту праведность нашел. Я нашел праведность от своего имени. По правде законной непорочной. Не было ни в чем. Вот читая книги Ветхого Завета, в чем могли бы мы упрягнуть Павла, Саввла, в том, что он не исполняет. Хорошо. А потом что-то знаменательное происходит в жизни этого человека. Вот настолько знаменательно, что сильно в корне меняются его убеждения. У него появляется другой взгляд, и другой взгляд на свою праведность. И теперь он снова смотрит на свою праведность. Праведность, которая дорожил и хвалился, и он замечает, что она очень сильно запачкана. И теперь он понимает, Господи, вот эта праведность, с которой я дорожил, которой я хвалился, если она есть у меня, она почему-то похожа на запачканную одежду. Ну вот, знаете, разницу можно заметить, читая 6-9 стихи 3 главы. Посмотрите, пожалуйста, 6 стих. По правде законной, непорочной. А 9 стих, совсем другой Павел, совсем другой человек. Найтись в нем не со своей праведностью. То есть сначала он говорил, у меня есть праведность. А потом что-то знаменательное произошло в его жизни, и он утверждает, нет, нет, не дай Бог мне эту праведность. Не дай Бог мне эту праведность, которая у меня была. Он говорит, я обнаружил что-то другое, тому стремлюсь и ищу того, чтобы на мне была другая праведность. И не дай Бог, что-то будет видно из моей праведности. Он говорит, я хочу, чтобы меня покрыла праведность Христа, чтобы только его, она сокрыла мое, то есть другого мне не надо. То есть что-то очень-очень знаменательное произошло в апостоле Павле. Я думаю, это чем отличается Саввел от Павла. Теперь Павел признает, что оправдание, или нашим языком мы с вами часто говорим спасение, оно основывается не на человеческих достижениях послушания, даже закону. Он понимает, что праведность, или наше с вами спасение, целиком и полностью основаны на праведности Бога. На заслугах Иисуса Христа, которые даются тем, кто соединяется с Иисусом Христом. То есть, если мы с вами, христиане, мы соединены с Господом, и самое большое благословение нашей жизни, что наша праведность, какой бы она ни была, она покрыта, она покрыта праведностью Господа, и нашего уже не видно, Бог этого не замечает. Я думаю, это большое благословение для нас с вами. А вы знаете, вот обычно мы с вами думаем, что ключевым моментом обращения Саввел был его опыт на дороге в Дамаск. Но вот мне кажется, братья и сестры, опять попробую это доказать, что есть два основных намека на то, что случай на дороге в Дамаск был только частью, только частью чего-то большего, что уже происходило в жизни Савва. Ну вот забегая наперед, чтобы опять оставить ваше внимание, сохранить ваше внимание, хочу сказать, что это не была самая первая встреча Савва с Иисусом Христом. То есть на дороге в Дамаск Павел не впервые встретился с Иисусом Христом. Хочу, чтобы мы с вами попытались подумать об этом в свете того, что говорит Священное Писание. Итак, еще раз, так быстро, а кем был апостол Павел вне Христа? Он рассказывает, что у него, вообще по его наследству, у него была безупречная родословность. С одной стороны, а с другой стороны, его личные показатели, в которых он на много-много шагов был впереди всех своих современников. Он говорит, что родился из коленов Вениамина. А почему можно было хвалиться этим коленом? Ну, первый царь Израиля был из коленов Вениамина. Далее апостол Павел говорит, что он вырос в строгом еврейском доме. Он говорит, что родители мои, они никогда не медлили исполнять закон. Он говорит, что они обрезали меня на восьмой день. Точно, точно буква в букву, как говорит Священное Писание. Он говорит, в дальнейшем я стал фарисеем. То есть, если и говорить о наследстве, Павел говорит, у меня был весь пакет, полный пакет этого наследства. Ну, я думаю, вы встречали таких людей, которые вдруг начинают вам рассказывать о своем происхождении. И как-то они обнаружили, сейчас это модно, принято, что у них такой род или другой род, такие потомки или другие потомки. И слушай, я думаю, вы замечаете, что если человек говорит о своем благородном происхождении, согласитесь, это не из чувства смирения или скромности, не так ли? Вы говорите, то есть, человек этим самым показывает, во мне есть нечто большее, чем возможно увидеть на первый взгляд. То есть, относитесь ко мне с уважением, да, потому что я кто-то. Но вот Саввел говорит, у меня были все основания. То есть, они были просто пустые слова, у него были основания для того, чтобы хвалиться своим происхождением. И интересно, что Саввел, скорее всего, в тот момент не знал, что, оказывается, уже был точно такой человек, который с точно таким пониманием пришел к Иисусу Христу и сказал следующие слова. Господи, все это сохранил я от юности моей. То есть, кроме Павла уже был такой человек, который пришел к Иисусу Христу и сказал, Господи, по правде, законно я непорочный. Братья и сестры, очень интересная, замечательная библейская история, евангельская история. А для нашего Господа было совсем нетрудно проникнуть вот через вот этот фасад, по правде, законно я непорочный. Иисус очень просто показал, что, оказывается, была одна заповедь. И, между прочим, самая первая заповедь, которую этот молодой человек никогда в жизни не исполнил. Как вы помните, юноша был богат. И поэтому Иисус ему очень просто говорит. «Вот просто покажи мне, что ты не любишь Бога, не любишь богатства больше Бога. Отпусти богатство. Приходи, раздай нищим, приходи и следуй за мной». И вот для молодого человека настал момент, и оказалось, что на самом деле он вообще никогда не соблюдал заповедь Господней. То что-то похожее, кажется, случилось с апостолом Павлом. С одной стороны, сначала он думал, что по правде, законно непорочный, а затем все перевернулось в его жизни и стало правильно, стало похоже на запачканную одежду. Вы знаете, вот молодой юноша или Савл – это были люди, в которых не произошло то, что можно назвать действительное, настоящее осознание грехов. Действительное, настоящее осознание грехов. Ну вот что может значить вот эта фраза «действительное осознание грехов»? Савл никогда не утверждал, что он был безгрешным человеком. Вот что это значит. Знаете, вообще вот у большинства людей, мне кажется, может быть, сейчас у нас с вами, нет вот этого реального осознания грехов. Вы знаете, почему? Вот если мы считаем себя не хуже, чем другие, ну, это один из показателей того, что в нас с вами нет настоящего осознания грехов. Ну, представьте себя за рулем автомобиля. Как вы думаете, сколько вокруг вас плохих водителей? Ни одного хорошего нет, кроме вас. То есть, всякий раз, когда мы считаем себя не хуже, чем другие, братья-сёстры, в нас ещё нет осознания, настоящего, действительного осознания грехов. То есть, мы с вами думаем о себе очень горизонтально. И вот когда Савл думал о себе горизонтально, он по правде законной был непорочный. Самая большая проблема человека, это когда у человека нет вот этого настоящего осознания грехов. И больше всего человеку нужно вот это вот осознание греха. Знаете, почему? Потому что без осознания греха никто и никогда не ищет Спасителя. Без осознания греха никто и никогда не ищет Спасителя. Осознание греха, когда человек смотрит на себя не горизонтально, а вертикально. И вот в апостоле Павле это осознание пробудилось очень-очень необычным образом. Хорошо, вот давайте вспомним книгу Деяния апостолов. Вспомните, пожалуйста, где мы с вами на страницах этой книги. Первый раз знакомимся с Савлом. Это мученическая смерть Стефана. Юноша, около которого положили одежды, чтобы он остерегал их, что за люди, которые побивали камнями Стефана. Это книга Деяния апостолов, 7 глава, 57-58 стихи. Это наша самая первая встреча с Савлом. Затем после мученической смерти Стефана начинается преследование церкви. И в этом преследовании Савл человек с глубоко жестоким сердцем. Почему Савл гнал церковь? Почему Савл гнал церковь? Ну, с одной стороны, можно подумать, что его так научили. Однако, когда мы думаем о том, чему учили апостола Павла, у нас очень есть яркое, сильное доказательство того, что Павла так не учили. А потому что у нас есть слова учителя апостола Павла, его профессора Гамалиила. Когда его спросили, что нам делать с христианами, он сказал, братья, в Синедрионе, сказал, не трогайте этих людей, оставьте их. Потому что если это от Бога, вы не сможете противостать этому. А если от человеков, то это само по себе разрушится. То есть апостол Павел не поступал так, как его учил Гамалиил. На несколько шагов он был впереди того, что происходило. А знаете, еще до того, как Христос остановил Савла на пути в Дамаск, в его жизни уже что-то происходило. И вот в тот момент, когда он пришел к вере в Иисуса Христа, понимание союза верующего со Христом стало для него кристально ясным, а кристально чистым. Как же это произошло? Как Павел был приведен к Иисусу Христу? Ну, я попробую опять заполнить недосказанное. Есть несколько подсказок, братья и сестры. И вот первая подсказка находится в 7 главе послания к Кримлянам. 9 стих. Посмотрите, как Павел пишет о себе. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил». Ну вот именно то, о чем я говорил, настоящее осознание, действительно осознание грехов. Что происходило в жизни Павла? Что так сильно повлияло на самоуверенного человека? Вот как фасад самоправедности был разрушен? Посмотрите, как интересно пишет апостол Павел в 9 стихе. Он говорит, что пришла заповедь, и грех ожил. До определенного времени Павел не думал о себе, что он грешник. До определенного времени Павел не думал о себе, что он достиг праведности от закона, по праве закона непорочной. Что-то произошло. И Павел объясняет и говорит нам, что, оказывается, пришла какая-то заповедь. И что произошло? И грех ожил. Пришла заповедь, и грех ожил. Вы знаете, это значит гораздо больше, чем впервые прочитать Библию. Это значит гораздо больше, чем впервые прочитать закон. Что-то случилось в душе этого человека. Сила закона. А именно сила одной какой-то заповеди пришла и разоблачила греховность человека. Но какая заповедь? Интересно, апостол Павел делится и говорит нам с вами. Нам нужно посмотреть выше, 7-8 стихи. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповедей, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Оказывается, была вот из десяти заповедей, была одна заповедь. Заповедь «не пожелай». И Павел понял, что эта заповедь проникла в мою душу, и я понял, что я грешник. Заповедь «не пожелай» проникла в его душу, и он понял, что я грешник. Он говорит «умер», что является духовно мертвым человеком. Ну, я не думаю, что мы с вами можем утверждать, что именно эта заповедь, именно заповедь «не пожелай» должна повлиять на каждого человека, и тогда он обращается к вере. Может быть, молодой юноша из Евангелия была другая заповедь, которая точно так же пришла и показала, что он грешник. Это была самая первая заповедь. То есть, существует целый ряд заповедей, которые могут проникнуть за наш с вами красивый фасад. И поскольку мы рассуждаем о Савле, в его жизни была заповедь непожелай. Но вот опять, почему эта заповедь? Почему заповедь непожелай? Почему и как эта заповедь проникла в душу апостола, простите, в душу Савла и Старса? В третьей главе послания к филиппийцам он говорит, что был самым образцовым евреем. Если сравнивать себя с другими людьми, он говорит, что ни у кого не было ничего больше, чем было у Савла. Хорошо? Послушайте внимательно, пожалуйста. Ни у кого не было ничего больше, чем было у Савла до определенного момента. Ни у кого ничего не было больше, чем у Савла до определенного момента, пока Савл и Старса не повстречался со Стефаном из Иерусалима. Знаете, книга «Деяния апостолов» дает очень интересный еще один намек на то, что произошло в жизни апостола Павла. Когда евангелист Лука пишет о служении Стефана в Иерусалиме, он обращает внимание на определенную синагогу, которая противостоялась Стефану. Книга «Деяния апостолов», 6 глава, 9 стих. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном. Ну, хорошо. Когда мы с вами читаем книгу «Деяния апостолов», я не думаю, что первое, на что мы хотим с вами обращать внимание, это перечисление синагог. Вот одна из тех деталей, которые мы просто перечитываем и думаем, что они совершенно неуместны. Синагога каких-то либерковота. Хорошо. Скорее всего, это были евреи, освобожденные из рабства. И в данном случае это были выходцы из двух очень больших городов Северной Африки – Киринея и Александрия. Вполне возможно, что это была синагога, которая состояла из евреев рассеяния, которые проводили свои богослужения на греческом языке. Еще одна деталь 9 стиха. В этой же синагоге были выходцы из Киликии и Ассии. Зачем евангелисту Луке вставлять эту информацию? На самом деле, между прочим, это самая важная вещь в истории. Потому что именно из этих слов мы с вами делаем вывод, что это была синагога, которой принадлежал Савлу. Почему? Потому что Киликия – это римская провинция, где находился родной город Савла. То есть в какой синагоге нес свое служение Стефан? Синагога, которую посещал Савла. Ну, пожалуйста, подумайте, если ваш ребенок приезжает в город Бостон, штат Массачусетс. В какую церковь вы посоветуете ему ходить? Скажите, пожалуйста, есть церковь в городе Уэстфилл, недалеко от Бостона. И тем более, если у вас есть там родственники, уж точно вы скажете, иди именно в ту церковь. Почему? Потому что тебя там примут. Апостол Павел в Иерусалиме, скорее всего, мы делаем такое предположение, я думаю, оно обосновано. Он посещал именно эту синагогу, именно синагогу вот этих вот либертинцев. Именно в этой синагоге спорили со Стефаном. А вы помните, спорили, и какой все-таки был исход. Лука очень интересно говорит, что не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Саввл впервые появляется в книге «Деяния апостолов», как один из тех, кто поддерживает противников Стефана. Вполне возможно, что, слушая вот эти вот споры, Павел понял, что, оказывается, у Стефана есть то, чего нет и не могло быть у Саввла. У Стефана есть то, чего нет и не могло быть у Саввла. У Стефана была сила Святого Духа. Стефан был исполнен благодати. Его жизнь показывала силу и чудо Царства Божьего, которое пришло в этот мир в Иисусе Христе. А что мы с вами узнаем дальше? А дальше мы с вами узнаем Саввла, находим Саввла около мертвого тела Стефана. Саввл одобрял убийство Стефана. Позвольте отметить еще некоторые детали повествования. А дело в том, что в мученичестве Стефана есть очень яркие отголоски смерти Господа Иисуса Христа. В мученичестве Стефана есть очень яркие отголоски смерти Иисуса Христа. А первое, а перед смертью Стефан видит, он говорит, это сам, седьмая глава книги Диане Апостолов, 56 стих, он говорит, я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Вы знаете, очень интересно вообще выражение, обращение вот к Иисусу Христу, Сын Человеческий. Между прочим, Стефан – это единственный человек в Новом Завете, который Иисуса Христа называет Сын Человеческий. Все остальные случаи, используя этого слова, Христос говорит о себе так. То есть Сын Человеческий так говорил о себе только Иисус Христос, и Стефан – единственный человек, который Иисуса называет Сын Человеческий. Далее, Стефан полон благодати и в мученической смерти, ну практически повторяет слова Господа Иисуса Христа в молитве. Господи, не вмени им греха всего. Точно так, как молился Господь Иисус, прости им, ибо не знают, что делают. Саввл и Старса еще не понимают, но в действительности, наблюдая за Стефаном, особенно наблюдая смерть этого человека, он уже повстречался с Иисусом Христом. В лице мученика Стефана Саввл впервые встречается с Иисусом Христом. А вы знаете, когда люди сталкиваются с Господом или жизнью верующего человека, обычно может быть только два ответа – за Христом или против Христа. А что происходит вокруг Саввла? А вокруг Саввла все Иисуса ненавидят, а все Иисуса унижают, все Иисуса преследуют, и Он присоединяется. Он пробирается даже в Дамаск, у Него в руках вот эти вот письма, письма, которые дают Ему власть преследовать Церковь. Братья и сестры, вы помните, вот в одном из самых последних посланий апостола Павла есть интересные слова, которые он говорит о себе. Верно, всякого принятия достойно слова, что Христос, Иисус, пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Я первый из грешников. Вот так о себе говорил в конце жизни великий апостол. Знаете, вот почему он так говорил о себе? Ведь он не был безбожником. Павел никогда не был безбожником. Не было такого момента, когда он не верил в Бога. Так почему же он первый из грешников? Я бы так осмелюсь сделать такое предположение. Знаете, всю жизнь пронес на себе это бремя. Он понимал, что в принципе, может быть, он был единственным человеком в истории, который, казалось бы, был бы способен разрушить всю христианскую церковь. Почему первый из грешников? Потому что Павел понимал, в принципе, он был единственным человеком, который смог бы разрушить христианскую церковь. Итак, синагога либертинцев, синагога Савла. Затем Стефан. Сначала в синагоге с ним спорят, противостать не могут. Не могут, потому что Стефан имеет то, чего нет у других, чего даже нет у самого Савла. Затем смерть Стефана, в которой так отчетливо заметна смерть Господа. И затем следующее. Савл, Савл, что ты гонишь меня? Я думаю, опять после опала вопроса, Господи, кто ты? Вот какой интересный ответ. Послушайте, я Иисус, которого ты гонишь. И вот здесь, мне кажется, складывается логика. Так вот, оказывается, в чем логика. Павел никогда не считал себя преследующим Иисуса Христа. Он преследовал последователей Иисуса. И самые первые слова, сказанные ему и Иисусом, научили Савла тому, что каждый последователь Иисуса Христа соединен с Иисусом. То есть, самая первая встреча с Иисусом Христом, ну, тогда, когда Господь говорил к нему, научила Павла тому, что каждый последователь Иисуса Христа соединен с Иисусом. Почему же апостол Павел называет себя человек в Иисусе Христе? Почему не устает повторять о благословениях союза верующего с Иисусом Христом? Этому его научила встреча с Господом. Может быть, Павлу потребовалось много месяцев, возможно, даже много лет, чтобы детально разобраться, что же значит на самом деле. Но с самого начала его христианской жизни семена именно этой истины были посеяны в нем. Дорогие братья и сестры, если вы христианин, то так как Стефан, мы соединены с Господом Иисусом Христом. Этот союз, он преображает, я верю, он преобразит и вашу жизнь. Преображает и преобразит всю нашу с вами жизнь. Вот почему в той же третьей главе послания к филиппийцам Павел говорит, «Я все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, моего Господа». Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Павел говорит, «Все, что теперь я хочу знать, это то, кто есть Иисус, с которым я соединен». Вот это вот страстное желание человека в полной мере испытать результаты этого союза. В полной мере испытать результаты этого союза. Испытать так, чтобы жизнь наша с вами менялась в подобие образу Иисуса Христа. Братья и сестры, точно так, как поменялась жизнь Стефана, который в своей смерти был очень-очень похож на своего Господа. Я думаю, смерть Стефана породила жизнь в Савле. То есть, получается, в жизни самого Стефана произошло вот это вот преобразование. Он стал подобным Господу даже в смерти. А Господь наш Иисус Христос – это как семя, посаженное землю, умершее семя, на которое принесло так много плода. Стефан испытал то же самое, о чем Павел говорит в третьей главе к филиппийцам. Он разделил участие в страданиях своего Господа. Стефан в своей смерти стал светом Господа Иисуса Христа. И самое последнее, на что обращаю ваше внимание, это, может быть, для нас с вами, если какое-то практическое значение для нашей с вами жизни. А я думаю, есть и очень-очень ценно, и мне кажется, очень-очень большое. Вы знаете, вот апостол Павел говорит, что я все почитаю, читаю ради превосходства, познания Христа Иисуса. Вот эта вот истина, истина о том, что мы с вами соединены с Иисусом Христом, что мы с вами человек или мужчина и женщина, брат, сестра в Иисусе Христе. Вы знаете, это дает нам с вами новые духовные ценности. И не только это, а в своем роде, вот то, что мы с вами в Иисусе Христе, оно порождает или рождает какую-то вот, ну, если можно так сказать, выразиться, святую неудовлетворенность. Вот попробуйте понять, мне правильно только что говорил, что у нас все, что нужно, у нас есть в Иисусе Христе. Но, с другой стороны, мы замечаем, вот самого апостола Павла, он говорит, что меня неудовлетворяет то, что я знаю об Иисусе Христе. То есть, никогда мы не сможем с вами сказать достаточно. Об Иисусе Христе достаточно, хватит. То есть, этого не может произойти. То есть, с одной стороны, вот эта вот истина о том, что мы соединены со Христом, она дает нам новые ценности. Вы знаете, вот оно дает нам вот такую святую неудовлетворенность. Ну, опять приведу такой простой, может быть, пример. Представьте, молодого человека, который сильно влюбился в молодую девушку, и вот они влюбились в эту встречу, они поняли, что любят друг друга, и вдруг молодой человек говорит, «Слышь, я так хочу с тобой встретиться, ну, давай назначим встречу через три месяца». И такого не бывает. Если человек обнаружил вот что-то в этой девушке, чем он остается очень-очень довольным, он хочет больше и больше проводить время с этой девушкой. Ну, точно так же, знаете, в наших с вами отношениях с Господом. Вы знаете, интересно слушать апостола Павла, да, вот и как-то как будто не складывается, не похоже на его жизнь. Он говорит, что есть только одно, к чему я стремлюсь, да. Есть только одна ценность, которая выше всего для меня – это познание Господа Иисуса Христа. Хорошо, если бы мы с вами посмотрели на его жизнь, мы бы сказали, «Павел, ты никогда не делал одно дело». Мы бы сказали, что ты всегда делал сто, а может быть, тысячи дел за один раз, за одно время. Он бы ответил нам, знаете, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, в этом и есть ценность того, чтобы пребывать в Иисусе Христе. Вы делаете одно, да, стремитесь познавать Господа, но в то же самое время происходит очень-очень много. Пусть Бог благословит нас с вами, братья и сестры, ну, как-то, может быть, по-новому посмотреть на эту истину, начать замечать библейские стихи, где написано в Нем, в Иисусе Христе, и, может быть, начать как-то ценить это как самое благословение, самое большое благословение, которое мы с вами обладаем. Аминь. Я приглашаю вас к молитву. Если вы желаете помолиться, пожалуйста, помолитесь. Субтитры создавал DimaTorzok